МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости в студии Джамиля Шарипова. Я расскажу вам о главных новостях сегодня. Угнать за 60 секунд, чтобы потом сжечь. В Тарумовском районе полицейские поймали угонщиков автомобилей. Сельские клубы возвращаются в Нижнем Казанище. Скоро заработает новый кинотеатр. Рой Джонс младший в Дагестане. Известный боксер приедет в Касписк на чемпионат мира по боевому самбо. Три человека стали жертвами ДТП в Баба-Юртовском районе. Авария произошла в первом часу ночи. В результате столкновения двух легковых автомобилей водитель погиб на месте, пассажиры в тяжелом состоянии находятся в больнице. Два их мужчин, подозреваемых в угоне, задержали сотрудники МВД. В поиске злоумышленников был задействован личный состав отдела полиции по Тарумовскому району. Оперативникам удалось найти и автомобиль. Подробности далее в сюжете. Женаты двое детей, да еще и ранее судимый. Ко всему перечисленному также добавился и угон автомобиля. Не жизнь, а романтика. Вместе со своим поддельником мужчина угнал припаркованный возле дома автомобиль, владельца которого он знал. Сначала на понталу, на качубе, потом в степь поехал. А машина чья была? Машина личина была. А личина кто? Хозяин машины. Чтобы скрыть следы, автомобиль угонщики сожгли. Но это действие только усугубило их положение. С момента поступления сообщения сотрудниками полиции Тарумовского районного отдела были организованы и проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск похищенного имущества и розыска лиц, совершивших преступление. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены два гражданина, которые подозреваются в совершении данного преступления. Эти лица были доставлены в отдел. Проводятся следственные действия. Оба задержаны. Такая же кража была совершена в селе Леваши Левашинского района. Был угнан с «Жигули» седьмой модели. Полицейские задержали троих жителей Сбербаша. Автомобиль вернули законному владельцу. По данному факту, в отношении подозреваемых, возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 2 УК РФ. Судом избрано мероприятие в отношении подозреваемых, подписка о невыезде. Расследование уголовных дел продолжается. Камиль Девятов, Дауд Гастанов, телеканал ННТ, Махачкала. И к другим темам. Насладиться новинками кинематографа в уютном зале теперь смогут и жители Нижнего Казанища. Здесь появился настоящий кинотеатр. Уже 20 декабря состоится показ первого фильма. В помещении заканчивают отделочные работы и в скором времени готовы принять первых зрителей. Карина Баталова далее. Этот дом культуры был построен еще в советское время. Актовый зал выглядел плачевно. Но благодаря победе в конкурсе фонда кино здесь все изменилось. 5 миллионов из федерального бюджета пошли на покупку современного оборудования для оснащения кинотеатра. То, что мы получили это оборудование, повлекло и уже наши какие-то обязательства возникли. Мы тут буквально начиная с крыши поменяли все полностью, переоборудовали зрительный зал, сделали ремонт зданий. И до сегодня у нас получается 550 посадочных мест. Я не думаю, что есть еще сельские поселения, которые могут похвастаться таким кинотеатром. Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства. Это не менее 50% киносеансов «Квартал». Киноленты фонд кино будет предоставлять на безвозмездной основе. Помимо показа картин в зале также будут проходить и иные мероприятия. В частности выступления коллектива в местных школах. В клубе у нас тут концерты, у нас театр, что только у нас не бывает к нам. И приезжали они, но от того, что удобства нет, от того, что у нас некрасиво, они особо и не хотели. Но мы можем творить тут чудеса. И наши дети со школы искусств, они танцуют на сцене. Автономное учреждение позволит сделать проект самоокупаемым. Первоначально здесь запланировано 7 рабочих мест. Стоимость билета, как уверяют в администрации, будет минимальной. В селе Нижнее Казанище проживает около 15 тысяч человек. Для подобного большого населенного пункта это была просто необходимость. Я буду сюда пригодить каждый день летом на выходных. Я хотела бы смотреть 4 корелевска, щелкунчик и 4 корелевска. Также по этой федеральной программе государственную поддержку получили еще 3 населенных пункта Дагестана. Южный Сухокумск, Кокрек и Навакайкент. Программа поддержки кинотеатров нацелена на расширение географии кинопоказа в стране. Карина Баталова, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Пуйнакский район. Большие подвиги маленьких героев в главном управлении МЧС республики наградили юных дагестанцев, проявивших себя настоящими спасателями в различных чрезвычайных ситуациях. Все подробности мероприятия расскажет мой коллега Камиль Девятов. Тот, кто думает о последствиях, не герой. Не каждый взрослый может похвастаться большим сердцем. Но их сердцам могут позавидовать многие. Спасение одного человека так же велико, как и спасение целой нации. Я хочу вас всех искренне поблагодарить за эту огромную работу, которую вы проводите. Хочу признаться вам своему глубокому уважению. Писатель Данель Деппо говорил, страх опасности в 10 тысяч раз страшнее самой опасности. Но это не про наших ребят. За их героизм и проявленную отвагу в управлении МЧС республики наградили медалями за мужество в спасении. Каждый из этих детей после своей поступки стал старше и мужественнее, отметили в управлении МЧС. Воспитание в духе с малых лет, именно спасать, оказать помощь, это очень важно. И мы в дальнейшем будем поощрять и будем обозначать именно во всех наших форматах работы, именно тех ребят, которые оказывают помощь. Мне важно то, что и приятно то, что есть такие у нас маленькие дети, герои, которые готовы прийти на помощь в любое время. Это очень важно. Мероприятие завершилось чтением стихов Расула Гамзатова и коллективным фото маленьких героев, их родителей с почетными гостями. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И о новостях спортивных. Известный американский боксер Рой Джонс-младший посетит чемпионат мира по боевому самбо в Каспийске. Об этом в ходе пресс-конференции с организаторами соревнований сообщил заслуженный тренер России Абдулманаб Нурмагомедов. Напомню, что международный турнир пройдет 15-16 декабря во дворце спорта имени Али Алиева. Именно всех остальных почетных гостей огласят 5 декабря. Известно, что на турнире будет присутствовать чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. И еще одна хорошая новость. Самбо временно признали олимпийским видом спорта. Решение было принято на заседании исполнительного комитета в Токио. Произошло это в юбилейный год, когда самбо празднует 80 лет со дня появления. Признание от Международного Олимпийского комитета в ближайшем будущем позволит отечественному виду борьбы войти в программу Олимпиады и получать ежегодное финансирование. Это была последняя новость на сегодня. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok